Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, всюду веешь на просторе, не боишься никого. Строки известного стихотворения Александра Пушкина были посвящены одному из самых непостоянных и изменчивых природных стихий – ветру. Внимание к нему и сейчас пристальное. Специалисты Брест-Облгидромета следят за направлением, силой и скоростью ветра ежечасным. Один из основных параметров наших наблюдений является ветер. Ветер, скорость, направление ветра очень важны во многих сферах нашей деятельности, начиная от авиации и заканчивая сельским хозяйством. Многие параметры ветра должны соответствовать каким-то строительным работам. У нас наблюдения за ветром идут круглосуточно, можно так сказать. И эти данные передаются в Минск, там синоптики анализируют, прогнозируют дальнейшее развитие погоды. Это один из важнейших параметров метеонаблюдения. Кроме того, специалисты Брест-Облгидромета следят и за средними ежегодными и ежемесячными значениями ветра. К слову, в нашей области преобладают западные и юго-западные направления. По скорости ветра средняя скорость 2,4, до 4 метров – это болотная станция Полесская. Брест – это 2,7. Это средняя скорость за год. А вот что касается максимальной скорости, то есть максимальный самый порыв отмечался в 60-х годах по области. И это было от 28 до 34 метров в секунду. Ивацевич отметил более 40 метров в секунду. И только Баранович у нас в 49-м году тоже в эту разбежку 28-32 метров в секунду входит. Следить за ветром – непростое занятие. Необходимо быть на чеку 24 часа в сутки в помощь людям, техникам. Параллельно идет автоматическая и метеорологическая работа. Каждые три часа происходит сбор и обработка данных, на основе которых составляются телеграммы. Именно их впоследствии по международному коду отправляют в общую базу данных. Отслежка вообще идет, наблюдения идут ежесекундные. У нас наблюдения, например, дождь начался 10-15 слабый, 10-16 закончился, начался умеренный. Значит, пишем, это все записывается в книжку и это все определяется. А глобальные такие синаптические сроки проходят через три часа, в который идет сбор полная вот эта информация, обрабатывается и составляется телеграмма. Иногда ветер может приносить и разрушительные последствия. Сорванные крыши, поваленные деревья, погнутые билборды – лишь малая часть из них. Не раз ленты Брестских новостей пестрили фотографиями последствий капризов погоды. К слову, продолжается это до сих пор. Случай с маршрутным такси, на который упало дерево, тому подтверждение. А потому наблюдают за ветром не только метеорологи, но и сотрудники МЧС. Именно они борются с последствиями природной стихии. Подразделения Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям в 2020 году 51 раз, и в истекшем периоде текущего года уже 29 раз привлекались для ликвидации последствий сильного ветра. Задачей подразделения, как правило, при таких выездах является удаление аварийных объектов или деревьев, которые создают угрозу для жизни людей или существенно нарушают условия жизнедеятельности граждан. Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, что при прогнозе неблагоприятного погодного явления, связанного с усилением ветра, необходимо по возможности оставаться в зданиях, уходя из жилищ, закрыть окна, убрать с территории домовладения из балкона вещи, которые могут быть сброшены ветром, не парковать транспортные средства под кронами деревьев и вблизи места установки слабо укрепленных конструкций. Соблюдая эти простые правила, вероятность оказаться в неприятной ситуации из-за капризного изменчивого ветра сводится к нулю.